По состоянию на 20 июля 2020 года в Одесской области зарегистрировано 2581 случай коронавирусной болезни, подтвержденный методом ПЦР. Инфографика по Украине представлена на слайдах. Ситуация в Одессе. В городе зарегистрировано 683 случая коронавирусной болезни, из которых 109 пациентов находятся на стационарном лечении в городской клинической инфекционной больнице. Все жители города Одессы. 12 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, на кислородной поддержке, без ЭВЛ. Один пациент находится в режиме СИПАПа. 87 пациентов в состоянии средней тяжести, в удовлетворительном состоянии 9 пациентов. По возрастному составу от 0 до 6 лет 2 пациента, от 6 до 14 лет 6 пациентов, от 13 до 30 лет 8 пациентов, от 30 до 55 лет 45 пациентов, старше 55 лет 48 пациентов. Всего у выздоровщих от коронавирусной болезни зарегистрировано 358 человек. Процент выздоровления в городе сегодня составляет 65%, по Украине – 44%. По состоянию на 20-е в городских лечебных учрежениях на стационарном лечении находится 186 пациентов с пневмонией. 191 пациент с COVID и жители города проходят лечение на дому, находятся на самоизоляции, проводятся регулярные контрольные тестирования всех пациентов. Летальных случаев 17. На прошлой неделе зарегистрировано 4 летальных случая от коронавирусной болезни. Пациентка 57 лет. 3.07 госпитализирована в инвекционную больницу в тяжелом состоянии. 5.07 выявлен положительный ПЦР на COVID. Последующий ПЦР от 6-го отрицательный. Находилась в тяжелом состоянии в реанимационном отделении. Состояние ухудшилось из-за сопутствующей сердечно-легочной патологии. Умерла 14-го. Пациент 37 лет. Госпитализирован в медицинский центр «Одрекс» ПЦР 16-го, 20-го позитивный. Умер 17-го числа. Пациентка 82 года. Госпитализирована в инфекционную больницу 30-го в тяжелом состоянии с диагнозом «острая вирусная инфекция», вызвана коронавирусом. ПЦР от 1-го числа. Тяжелая сердечно-сосудистая патология находилась в реанимационном отделении на кислородной поддержке. Состояние ухудшилось в связи с сопутствующей патологией. 18-го, 0-7-го умерла. Пациент 66 лет. Госпитализирован в инфекционную больницу 11-го, 0-7-го. Диагноз «острая коронавирусная инфекция», тяжелая сопутствующая патология сердечно-сосудистая и онкопатология. Находился в реанимационном отделении. Несмотря на проводимое лечение, состояние ухудшилось. Умер 20-го числа. Анализ лицальности на COVID показывает 59% умерших пациентов старше 60 лет. Необходимо отметить, что подавляющее большинство пациентов в стадии тяжелой сопутствующей патологии. Лейкоз, хроническая почечная недостаточность, цирроз печени, экстремальное ожирение, ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь и другое. Все умершие пациенты поступали в поздные сроки развития заболевания, как минимум на пятые-шестые сутки, от начала заболевания даже позже. В стадии заболевания, которое, к сожалению, не поддается лечению и приводит к летальному исходу. В возрасте коронавирусной болезни зарегистрировано 358 человек. Зафиксирован клинический случай пациента с COVID-19 в возрасте 94 года, который поступил в инфекционную больницу своевременно, в первые сутки от начала заболевания. Пациент был пролечен и выписан в удовлетворительном состоянии. Поэтому мы просим всех жителей нашего города для своевременной диагностики, оказания медицинской помощи, даже при малейшей симптоматике, обращаться к семейному врачу, проводить систематический контроль температуры тела и категорически не заниматься самолечением, соблюдать правила индивидуальной защиты. По информации, полученной из лабораторного центра, выявлены положительные анализы ПЦР у двух сотрудников и двух воспитанников детского дома «Жемчужина». В связи с чем, мобильными бригадами и Центром неотложной медицинской помощи проведено обследование всех сотрудников и воспитанников. Всего 89 ПЦР-тестов было взято. В результате выявлено дополнительно 13 положительных результатов среди воспитанников. Общее количество инфицированных 17 человек. С целью оперативного реагирования в детский дом были направлены два детских врача-инфекциониста из инфекционной больницы. По результатам обследования шестеро детей и один преподаватель с клиническими проявлениями заболевания госпитализированы. На сегодняшний день состояние всех госпитализированных детей оценивается ближе к удовлетворительному состоянию преподавателя средней тяжести. Остальные 10 воспитанников оставлены в детском доме под динамическое наблюдение в режиме изоляции без клинических проявлений в удовлетворительном состоянии. Ежедневный осмотр и контроль состояния воспитанников осуществляется детскими врачами инфекционной больницы и врачами-педиатрами городской детской поликлиники номер 6. За прошедшие выходные все дети ежедневно осматривались врачами-педиатрами городской детской поликлиники 6. Состояние детей, находящихся в инфекционной больнице, без ухудшения. Необходимо отметить, что вторую неделю подряд наблудляется неуклонный рост заболеваемости населения коронавирусной болезнью. Так, за последнюю неделю прирост составил 159 дополнительных случаев болезни, за позапрошлую неделю – 117. Аналогичная ситуация по случаям, требующим госпитализацию. За неделю количество стационарных больных увеличилось с 78 до 123, что в 1,6 раза больше. В связи с этим возникла необходимость дополнительного размещения пациентов в отделениях инфекционной болицы. По состоянию на 20 число для размещения пациентов с подверженным диагнозом и подозрением на COVID-19 задействовано 5 отделений на 195 коек. Учитывая стремительный рост количества пациентов, требующих стационарного лечения, принято решение о перепрофилировании двух отделений инфекционной больницы под COVID. 11-й менингиты на 30 коек, 6-й гепатиты на 30 коек. С 17.07 для перевода больных с острыми выростными гепатитами подготовила отделение гастроэнтерологии 10 ГКБ. Для больных с менингитами неврологическое отделение 5 ГКБ. Также с 20.07 пациенты 12 отделения инфекционной больницы переводятся в новый корпус номер 11 с полубоксированными палатами. Учитывая, что в настоящее время в инфекционную больницу поступают пациенты с тяжелым течением заболевания, требующие наблюдения в условиях палаты интенсивной терапии, принято решение об усилении состава медицинского персонала с дополнительным привлечением с резерва из других лечебных учреждений города, круглосуточного врача-аниматолога, медсестры, анестезистки и младшего медицинского персонала. В случае дальнейшего ухудшения эпид-ситуации планируется разворачивание второй линии учреждений по оказанию медицинской помощи больным с COVID-19. ГКБ-1 25 инфекционных и 6 реанимационных коек, ГКБ-10 60 инфекционных и 15 реанимационных коек, ГКБ-5 120 инфекционных и 24 реанимационных койки, детская больница номер 3 75 инфекционных и 6 реанимационных коек. Всего будет 331 койка. В цель проверки готовности учреждений 17.07 проведена оперативная проверка готовности данных учреждений. За истекший период выполнено 5908 эксперт-тестов, получено 268 положительных результатов. ИФА-тестов 4 955, из них М 2819, Г 2136. Продолжает работу три городские мобильные бригады Центра неотложной помощи по проведению тестирования на дому и забора биоматериала для проведения ПЦР-диагностики, находящейся на амбулаторном лечении и самоизоляции. За весь период бригадами проведено 3344 тестирования. За последнюю неделю взято ПЦР-тестов 309. При среднем количестве 35-50 тестирований в день бригадами выполнено 14 июня 133 теста и 17-го 76 ПЦР-тестов. По состоянию на 20-е с начала карантина под наблюдением семейных врачей в Центре первичной медико-санитарной помощи переной 2228 человек, из которых закончили наблюдение 1923 человека. На сегодняшний день на самоизоляции под наблюдением семейных врачей находится 133 человека, у которых заболевание протекает бессимптомно или в легкой форме. На этапе амбулаторной диагностики пациентов с COVID в рамках городской программы здоровья проведено 614 КТ-исследований органов грудной клетки. Учитывая международный опыт выявления поздних осложнений и неопределенный долгосрочный прогноз семейным врачам Центром первичной медико-санитарной помощи, рекомендовано проведение планового динамического амбулаторного наблюдения пациентов после стационарного лечения COVID-19 проведением всех необходимых клинико-инструментальных методов исследования. Городской департамент здравоохранения совместно с департаментом информации и связи с общественностью проводит активную информационную кампанию по всем вопросам профилактики, выявляемости COVID и своевременного обращения за медицинской помощью. Учитывая тенденцию последней недели к росту заболеваемости, неблагоприятного исхода, усиленная информационная работа проводится среди населения города. Текущее состояние эпидситуации по заболеванию с коронавирусом ежедневно публикуется на сайте Одесского городского совета, в городском медицинском портале, телеграм-каналах и соцсетях. На сегодняшний день на сайте Горсовета размещено свыше 300 материалов, касающих коронавирусной болезни и ее профилактики. За последнюю неделю подготовлено и опубликовано 16 материалов. На главной странице сайта создан раздел «Коронавирус медицина», где размещается вся необходимая актуальная информация. Кроме того, еженедельно проводятся телевизионные эфиры и интервью по вопросам коронавирусной болезни и ее профилактики на телеканалах Одессы, всеукраинских каналах с участием ведущих специалистов городских медицинских учреждений Департамента здравоохранения. Регулярно проводятся брифинги для СМИ. На прошлой неделе был проведен большой брифинг и дополнительных 4 телеэфира по эпидситуации, по мерам по улучшению и с участием специалистов городской инфекционной больницы, врачей семейной медицины, центра неотложной помощи. Всего за период пандемии по проблеме коронавирусной болезни проведено более 20 брифингов и около 100 телеэфиров. Проводится дальнейшая разъяснительная работа по каналам информации. Спасибо за внимание.